Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо УРК-комитету, что предоставили мне возможность выступить с докладом. Сори, одна секунда. Я забыла сказать, что данный доклад идет на конкурс. Меня зовут Аллаяров Романтия. Моего доклада — это исследование стрелических колебаний в северо-западной части Тихого океана по спутниковым данным. Моим соавтором является Абелоненко Татьяна Васильевна. Пару слов, что вообще подразумевается под стрелическими колебаниями. Стрелические колебания происходят из-за вертикального расширения сжатия морской воды, которая связана с изменением плотности воды или удельного объема без изменения массы. Целью данной работы является исследование стрелических колебаний в северной части Тихого океана, включающийся северо-западный бассейн, на основе комплексного использования спутниковых данных альтиметрических и грометрических измерений за 2003-2016 года. Основными задачами являются расчет стрелических колебаний уровня для северной части Тихого океана и построение карт, исследование сезонной и межгодовой изменчивости стрелических колебаний уровня, оценка трендов стрелических колебаний для северной части Тихого океана и анализ полученных результатов для северо-западной части Пацифики. Вообще существуют две главные методики, применяемые для оценки уровня стрелических колебаний. Первый основанный на гидродинамическом подходе, то есть основанный на уравнении гидродинамики. И второй метод, которым была построена эта работа, это метод, основанный на комбинировании спутниковых данных, именно альтиметрических и гравиметрических измерений. В статье Чаймберса 2006 года была предложена методика вычисления вклада исторических колебаний, используя следующее выражение, где УМ — это альтиметрические измерения, основанные на превышении уровня относительно геоида. УМ-масс — это уровень моря, который связан с высотой столба жидкости. Изменение высоты столба жидкости фиксируется как раз гравиметрическими измерениями. И УМ-стер — это уровень моря, обусловленный вкладом исторических колебаний. Коротко о данных, которые использованы были в работе. Альтиметрические данные были взяты с архива АВИЗО. Данные за изучаемый период имели дискретность равной суткам, распределенных по четверградусной регулярной сетке. И гравиметрические данные были взяты с сайта лаборатории НАСА, которая занимается изучением гравиметрических, которая проводит гравиметрический спутниковый мониторинг. Спутники, исследующие гравитационное поле Земли, Грейс — это два спутника-близнеца. Дискретность данных ежемесячная, распределенная по 1-градусной регулярной сетке. Исходя из этого, данные было необходимо синхронизировать, чтобы произведить дальнейшие расчеты. Вообще, коротко, циркуляция поверхностных вод в данной экватории. Циркуляция представляет собой систему масштабных, чередующихся меридиональных направлений циклонических и антициклонических круговоротов, каждый из которых полностью согласуется с соответствием с структурами водных масс. На слайде представлена межгодовая изменчивость аномалии уровня по альтиметрическим данным. Как видно, диапазон изменчивости аномалии составляет от минус 3,8 до 5,7 см. Тренд при уровне значимости 5,0 составляет 3,6 мм в год. На данном слайде представлена межгодовая изменчивость уже по данным спутников Грейс. Диапазон изменчивости аномалии составляет от минус 1,3 до 2,5 см. Линия тренда имеет положительную тенденцию. Скорость роста уровня составляет 1,8 мм в год. Также уровень значимости 0,05 по студенту, что составляет 50% от общего значения тренда изменения уровня в Северо-Отехьянском бассейне. Таким образом, можно сказать, что по геометрическим данным наблюдается непрерывный рост уровня моря в течение 2003-2013 годов. Теперь перейдем к описанию уровня поверхности, обусловленной историческими колебаниями уровня. Для начала рассмотрим сезонную изменчивость. Можно отметить, что в тропических экваториальных зонах наблюдаются обширные, почти параллельные области положительных аномалий исторических колебаний уровня, которые особенно весной и осенью. Осенью и зимой между 10 и 20 градусами северной широты наблюдается отрицательная аномалия уровня. Отрицательные значения уровня распределены почти по всей ширине экватории. Летом и весной в этих же широтах значения аномалий меняются знак на противоположный. Если говорить про акваторию, которая расположена до экватора, то есть от 0 до 10 градуса северной широты, тут распределение аномалий прилетает противоположный вышеописанный области характер. То есть осенью и зимой положительная аномалия со своим максимумом, который достигается осенью, и летом и весной отрицательные значения уровня минимум приходится на весну. Общее распределение аномалий уровня исторических колебаний весной и осенью повторяет друг друга с противоположными знаками. Стоит отметить, что экстремумы сосредоточены как раз в северо-западной части Тихого океана. Минимум достигается весной, а максимум — осенью. Вообще область аномалий, если более конкретно говорить, следующими координатами ограничена. Это 30-42 градуса северной широты и 130-180 восточной. Таким образом, в сезон изменчивости исторических колебаний можно выделить район северо-западной части Тихого океана. В весной наблюдается область с максимальными по модулю отрицательными аномалиями уровня, а осень, наоборот, с максимальными положительными аномалиями. Теперь перейдем к рассмотрению межгодовой изменчивости уровня, обусловлено также историческими колебаниями. Диапазон, как видно на данном слайде, изменчивости составляет от минус 4 до 6 сантиметров. Рассматривая этот график хода, можно определить промежуток квазистационарности, который приходится на период 2003 по 2009 года. После этого на карте хода среднего уровня наблюдалась тенденция к росту. Максимум приходится на 2015 год, где достигается отметка в 5,8 сантиметров. По полученному ряду также была построена лидия тренда, которая составляет 1,7 миллиметра в год. Это 47,2% от увеличения уровня вообще в северо-океанской части Мирового океана. Забыл отметить, что пропуски обусловлены техническими особенностями работы спутников Грэйсит. На данном слайде представлено распределение значений среднеквадратических отклонений. По всей акватории разброс значений не так велик. Стоит выделить тропическую экваториальную зону, где значения с кого достигают 15 сантиметров. Также, рассматривая полученные изображения, можно сделать вывод, что наибольший разброс значений сосредоточен в северо-западной части акватории. Область максимальных значений сосредоточена между 33-38 градусами северной широты, 140-160 восточной, максимум составляет 35 сантиметров. На данном слайде отображены две карты линейного тренда для уровней значимости 0,05 и 0,1 по критерию студента. Также здесь можно выделить северо-западную часть Тихого океана, ну и еще два района с положительными аномалиями в восточной части тропических и экваториальных вод и с отрицательными аномалиями в западной части тропических вод. Поскольку все сводится к тому, чтобы отдельно рассмотреть как раз северо-западную часть Тихого океана, во-первых, эта акватория является одним из самых интересных в динамическом отношении районов Мирового океана, для которого характерна значительная измельчивость параметров экологических полей во всем диапазоне пространственно-временных масштабов. Как и было сказано ранее, весной в акватории преобладает значение уровня с максимальными по модулю отрицательными аномалиями уровня, а осень, наоборот, с максимальными положительными, что, кстати, вполне согласуется с термическим расширением сжатия воды в результате сезонного хода температуры. Изучая характер распределения уровня стерлических колебаний, можно проследить конфигурацию, которая схожа на меандрость струйного течения куросивого. На данном слайде представлены графики, демонстрирующие межгодовую измельчивость уровня по трем уровням поверхностям. Можно также сразу отметить, что диапазон измельчивости для альтиметрических и геометрических данных более чем в два раза, чем для вообще всей Северной Пацифики, а для стерлических колебаний более чем в три раза. Аномалии уровня по альтиметрическим данным составили 8,3 мм в год, что в 2,3 раза больше, чем для северо-тихлянского бассейна. На втором графике демонстрируется межгодовая измельчивость аномалии уровня, обусловленная массовыми силами. Стоит отметить, что конфигурация кривой схожа с кривой, построенной для всей северной части океана, значение тренда равно 4,5 мм в год. Для стерлических колебаний график представлен ниже. Следует отметить, что скорость роста уровня состояла 3,2 мм, и это 38,5% от уровня для всей северо-западной части бассейна. Однако вклад в изменчивость меньше на 8,7%, чем в целом по бассейну. Таким образом, стерлические колебания уровня в северо-западной части Тихого океана в абсолютном значении в 2 раза больше, чем для всей северо-тихлянской акватории. Однако в отношении к общему тренду вклад в изменчивость уровня, обусловленного массовыми силами в выделяемом акватории, больше, чем вклад в стерлических колебаний на 15,4%. Если сравнивать с разницей, полученной для северной части Тихого океана, это 2,8%, то можно заключить, что в северо-западной акватории вклад в уровне, обусловленный массовыми силами в изменчивость уровня, является более значительным, чем для всей Северной Пацифики. Переходим к выводам. В целом можно сказать, что метод оценки стерлических колебаний, основанный на комбинировании спутниковых данных, представляет большие перспективы для исследования данного процесса по всему Мировому океану. Полученные результаты в целом подтверждают результаты оценки вклада стерлических колебаний в уровень океана, которые были изложены в работе Сары Пёрки 2014 года. Уровень моля в северной части Тихого океана, по диаметрическим данным, имел тенденцию к росту за 2013-2016 года на 3,6 мм в год, что вообще согласуется с общим ростом уровня Мирового океана, который равен 3,5 мм в год. Вклад в изменчивость уровня в северной части океана на 50% относится трендовая составляющая уровня, обусловленная массовыми силами, ну и на 47,2% составляет стерлические колебания. На основе анализа карты распределения коэффициентов линейного тренда при уровне значимости 1,1 в северной части океана были выделены три основных района, как уже было сказано ранее, два с положительными значениями трендами, это СЗТО, где наблюдались максимальные значения коэффициентов линейного тренда, и восточная часть акватории и тропических авториальных вод, и одна с отрицательным. Для северо-западной части Тихого океана рост уровня составил 8,3 мм в год, что в 2,3 раза больше, чем для всего Северо-Океанского бассейна. Сезонная изменчивость стерлических колебаний уровня наблюдается в следующем. Весной преобладает значение уровня с максимальными помодренными отрицательными аномалиями, а осень, наоборот, с максимальными положительными аномалиями. Вообще для СЗБ наблюдался рост уровня стерлических колебаний, это подтверждает значение тренда, равное 3,2 мм в год. Само значение тренда почти в 2 раза больше, чем для всей северной части океана. Однако вклад, как уже я сказал, на 87% меньше, чем в целом по бассейну. В северо-западной акватории флот уровня обусловлен массовыми силами более значительен, чем для всей северной части Тихого океана. На этом все. Спасибо. Спасибо, Роман. Пожалуйста, вопросы. Альберт Леонидович. Вы, значит, по плотности, то, что связано с плотностью, это считаете... Грометрические данные. Да, колебания. Значит, изменения лучше говорить, потому что это не колебательный характер, а вот изменения. Ну, у нас уровень зависит и от других происходят там изменения, связанные хотя бы с динамическими процессами. Вот. Значит, вот непонятно, как вы их разделяете. Это раз. Вот, например, я знаю, что здесь связанное с динамикой океана, там может с 40, а то и больше, метр быть обусловлено изменение. С динамикой, только с динамикой. Там вертикальная динамика существует в движении воды. Вот. Вот такого порядка. А вот эти колебания истерические. Сколько миллиметров? 3,6 миллиметров для СЗТО. 3,6. 3,6 миллиметра. Ну вот очень маленькие по сравнению. Да, это колебания тренда. Нет, вы неправильно поняли. Вы именно выделяете и доказываете, что вот это именно истерические колебания. Смотрите, вот, как я сказал в статье Чамберса 2006 года, вот, определение самого измерения уровня моря заключается в следующем выражении. УМ, где это альтиметрические данные, то есть превышение над геоидом, за вычетом уровня массовых, то есть гравитационных. Вот. И данная статья является не единственной. По статье Чамберса 2006 года написано много работ. И в целом можно сказать, что… Ну, очень много статей написано тоже, поэтому… Все расчеты. Да. А, сами вы имеете данные. У меня представлены именно аномалии. То есть у меня не абсолютные значения, а именно аномалии. Я рассматривал. Ну, сейчас вам покажу. Ну, вот здесь вот видите, аномалии от 20 до… От минус 20 до 20 сантиметров. Это стерические? Стерические, это именно стерические. Это рассчитанные? Аномалии, да, значения. Стерические. Ну, это рассчитанные, а чем доказать, что это так и именно в природе происходит? И, опять же, повторюсь, существует выражение, которое многократно было использовано в работах известных океанологов. Да. Можно я быстренько добавлю? Он рассматривает аномалии относительно динамического поля. Вот то, о чем вы говорите, вошло в среднее поле. Он рассматривает аномалии относительно этого метода, пробирован уже и широко применяется. Ну, остальное в куларах там уже. Потому что следующий вопрос. Вот Бышев Владимир Ильич давно руку тянет. Дело в том, что данные по спутникам Грейс есть только с 2003 года и до 2016 есть массив. А и второй вопрос такой. У вас самые такие моментные изменения были в том районе, где был в межополигон. У нас это вот, значит, это 3-й, 42-й градус по широте и по долгодетам 140-й, сколько вы сказали? 33-й, сколько вы сказали? Координаты. А, северо-западную часть. Ну, во-первых, СЗТО, вот это северо-западная часть и Вокена, это очень активный динамический, очень активная динамическая акватория, то есть здесь протекает стройный тщеник у России, поэтому здесь интенсивно являются. Пожалуйста, вопрос. Вы брали данные Дон Шеттерса по рейсу. Дело в том, что обычно данные рейс даются в превалентном уровне воды и в традиционной аномалии вещественной в превалентном уровне воды он может и не соответствовать уровню воды. Я не уверена, что они дают специальный продукт нестерические аномалии в уровне воды. Потому что и трава сигнала рейса Данные взяты с сайта лаборатории НАСА. Это именно пересчет в уровне воды или это невероятное вещество? Пересчет в уровне воды. Вы не сказали ничего об ОРКО вообще. Вы не будете сравнивать данный ОРКО, как обычно делают для стерических структов? Я учитываю ваше замечание. Да, я понимаю. Прямо ваше замечание. Пожалуйста, следующий. Арсений, вопрос был. Прямо ваше замечание. Он рассматривал метод, который апробированный, и получил оценки, которые очень хорошо соответствуют оценкам, полученным в статьях. Конечно, его можно этот метод развивать, добавить ARGO, добавить CTD, все добавить можно. Но он сделал то, что сделал. Это его дипломный проект. Это да, но он сделал это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Никол conversation